ну что весна весна птички запели дачники начинают ездить на даче и вспомнили тут одни клиенты что привезли мне еще в ноябре телевизор и пора же его отремонтировать и дача начинается я уже забыл про него я уже там думал несколько телевизоров утилизировать и смотрел на него все думаю чей это телевизор чуть не списал елки-палки у вас такого не бывает что вы не помните кто вам привез телевизор и что он хотел нахожу этот телевизор и на стол его сейчас будем ремонтировать ну вот кто сказал что это плохие телевизоры да уже многие sony и panasonic и даже выкинуты модель 2186 и здесь очень удобно такая скромная надпись в правом нижнем углу 11 а к 19 про вот это и есть шоссе очень знаменитая очень распространенная турецкая шоссе вы стол собирались в россии рейнфорд собирались в украине что же с ним такой красавица вот такой черный корпус плата а ну-ка вспоминайте кто не знает но он конечно же ремонтировался раньше я вижу следы ремонта и сказали перестал включаться так я в сеть его включил давайте пробовать не боюсь я руками вот полез руками в телевизор что ты показываешь такое нельзя показывать потому что нужно аккуратно хочу вам напомнить про технику безопасности читайте вникайте у настоящих мастеров это уже в крови проверять одной рукой левую в сторону не прикасаться к высоковольтным проводам и так далее и тому подобное не у каждого из вас есть такие навыки поэтому концентрирую ваше внимание не забывайте про данные моменты здесь опасное напряжение и можно не только поймать ощутимый удар током можно и закончить на этом существование ребята не шутите и некоторые прямо бравируют какими такими вещами я не бравирую ребята меня когда-то чуть не убило я все хочу рассказать эту историю как-нибудь в будущем под настроение под рюмочку надо налить рюмочку посадить кого-то напротив и рассказать так вот бойтесь технику бойтесь не надо так вот прямо не бояться так продолжаем до опять тяну туда руку опять аккуратно вот предохранитель может там дотронуться до опасных цепей вот так вот за кнопочку берусь и нажимаю слушаем сик и все что у нас говорит светодиод светодиод не светится значит у нас нет даже дежурного режима ну простая элементарная задача что скажете коллега а почему задача простая потому что я знаю статистику я знаю эти телевизоры по множественным ремонтам и знаю наверное два десятка их неисправностей потому у меня даже работает здесь теория вероятности что может быть вот у нас вторичные цепи блока питания вот у нас конкретно диод цепь питания строчной развертки и возле этого диода стоит первый конденсатор в цепи стабилизации напряжения строчной развертки а вот там вдалеке стоит 2 этот на 100 микрофарад 160 вольт а этот на 47 или 33 микрофарада 160 вольт кстати можно поставить этот и другой по 100 микрофарад и с такими симптомами скорее всего что эти конденсаторы потеряли емкость заметьте проблема не в первичных цепях блока питания вот сетевая банка там ключ там еще один электролит есть микросхема нет не здесь как так телевизор может не запускаться из-за слабых кавычках конденсаторов до один из секретов теле мастеров и сейчас я беру прибор мастер кит так как хотите так и понимать реклама не реклама прибор очень полезный esr метр esr измеритель в данном случае преимущество этого прибора высокое быстродействие моментально и не боится заряженных емкостей я вот сейчас вам включал я ничего разряжать не буду если там даже зарядились какие-то емкости но на сетевую банку конечно же им становиться не нужно на заряженную лучше разрядить на все остальные смело можете сразу проверять сразу вот эти все бочоночки и не разряжать их ну потому я его люблю первый в украине магазин пультов дистанционного управления компания ваш пульт поможет подобрать вам пульт по модели пульта по модели техники и даже по фотографии 6 причин заказать у нас бесплатная доставка батарейки в подарок оптовые продажи накопительная система скидок оплата наличными картами 14 дней на обмен и возврат товара для оптовых клиентов наибольший ассортимент в украине индивидуальные условия сотрудничества подбор пультов консультация поддержка быстрая доставка по украине геннадий александрович youtube канал геннадий бурда рекомендуют ну что поделаешь папочки пригождаются достаточно объемистая рад что они все еще пригождаются и еще нужны сейчас найду схему блока питания этого телевизора основа этого блока питания микросхема mc44604p смотрите сколько напряжений дает этот блок питания ведь нужно уметь разобраться где эти все цепи и как они формируют эти напряжения через стабилизаторы или просто через диоды ох я подозреваю что я уже в каком-то ролике это все объяснял вот даже какие-то рисунки какие-то вещи в общем над каждым этим блоком питания приходилось сидеть часами анализировать думать высматривать цепь питания написано 150 116 вольт не очень хорошо вот первый электролит я сказал 100 микрофарад а здесь 47 микрофарад 160 вольт ну какая разница вместо него можете 100 поставить диод параллельно диоду конденсатор кстати бывали случаи что подкорачивали вот эти конденсаторы чтобы вы знали не обязательно в этом блоке питания в других телевизорах случается такое периодически дроссель дроссель где же второй конденсатор а второй конденсатор уже на другом куске схемы где строчная развертка это напряжение питания поступает смотрите на третью ножку тдкс а и и вот он этот конденсатор 2 33 микрофарада 160 вольт в общем эти два конденсатора и ср метром нужно проверять в первую очередь а потом уже все остальные петлю размагничивания вытащили потом вот эти вот разъемы громкоговорители динамиков снимаем освобождаем для того чтобы вот так вот на столе повернуть смотрите как удобно как удобно нужно ли разряжать сейчас присоску не нужно нужно ли вообще от кинескопа отсоединять не нужно вот они эти конденсаторы вот один и вот второй кстати таких телевизорах вот эти конденсаторы любили выходить из строя одно время так и судя по тому по их внешнему виду по пылючке они что никогда не менялись похоже не менялись чтобы у вас нет зызнула разряжаем можно лампочкой накаливания на 220 вольт ни хрена себе шо это было вы это видели вот ваш шара вот александрович не отключил сетевой шнур что это было нажатая кнопка и подключенный сеть сетевой шнур я наверно испортил телевизор так ну стоит сейчас разрядить и измерить нет ли козе потому что при таких манипуляциях вот этот вот транзистор мог выйти из строя но вообще-то ничего не должно было произойти страшного кроме вот такого следа вот это да вот это профессионал кавычках вот это показал хайпит александрович хайпит все для хайпа все для просмотров измеряю килоом и от 0 до 10 получается 3 килоома 3 килоома где на сетевой банке ничего не произошло ничего не испортилось а у некоторых может быть после такого инфаркт так первый конденсатор по цепи питания строчной развертки вот он плохо на этой стороне платы нет никаких обозначений а второй вот он и 2 похоже менялся уже вот и будет интересно его посмотреть и еср метром посмотрим сетевую банку сейчас а ведь я мог этого вам всего не показать скрыть вот такой свой прокол а я честно вам все показываю ну вот такое бывает и у других не думайте что только у меня переключатель влево шкала 1 к 10 давайте посмотрим сетевую банку так 0,8 ома отлично годится там конденсатор на сколько на 100 микрофарад значит и вот этот на 47 допустим он должен быть сколько примерно столько же а он нам почему-то ничего не показывает ничего можно вот не именно на конденсаторе а на площадке на широкой вот куда хотите можно сюда подключиться так ничего нет движения значит больше верхней цифры больше 3 ом это уже плохо и нужно переключатель в правое положение переключить и измерять теперь будем от 1 ома до 30 и смотрим 20 ом ну вот мы сейчас сравним с китайцем с китайским показометром на жидкокристаллическом дисплее правильно я мастерки там это все проверил или нет и видите быстро 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 не надо думать там считать что-то все происходит моментально шкала 1 к 10 полтора ома отличный не туда посмотрел вот я сюда посмотрела нужно было вот сюда то есть этот можно и не выпаивать получается или лучше их все-таки сменить потому что он может быть уже на подходе а вот этот вот вот это вот первый сорок семь микрофарад 160 вольт его точно под замену 20 ом м тестер опана так какие 20 ом у него вообще не видит что я плохо его поставил что ли может я недоставил или при выпаивании он вообще там нарушился ну такое может быть что от выпаял и уже там все на соплях держалась теперь вообще ничего не показывает плохой это дроссель дроссель конденсатор дроссель конденсатор вот конденсатор сколько он стопроцентно он не менялся и такого типа именно здесь и стоят 33 на 168 джи луксон г луксон мастер китом а потом м тестером но этот что впаян и что выпаян и полтора ома вот так как и хочу я удостовериться ну просто для интереса не то что удостовериться это ненужные манипуляции но проверим мой прибор может он не работает вообще интересно сдеградировал или нет конденсатор 33 микрофарада 1,4 ома ничего себе вот эта точность у меня мастер кита этот показывает пожалуйста а есть у меня еще один прикольный прибор я его когда-то светил но не пошел он мне в руку не пошел не пользуюсь я им ох смотрите как классно емкость измеряет а если нажать еще кнопочку то еще и esr поддержать надо вот это кстати в нем глючная вот это какая-то функция вот esr то есть либо то либо то либо режим попеременно то 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 мере это ну-ка сейчас вот не люблю и вот не нравится он мне не на работает этот режим то esr то вот как-то сейчас я так прислонюсь камерой снимаю неудобно мне 33 микрофарада ждем 1,5 ома сжимаются у меня ножки еще раз давайте вот так вот прислоняю там елки шты палки мне неудобно и камерой снимать и показывать вам 33 микрофарада 1,23 примерно полтора один полтора вот точность разная но суть-то не меняется но почему-то я его не люблю и он у меня выходил из строя несколько раз вот если как я сейчас вот так вот извините лоханулся то так вы какую-то емкость не разрядите и он у вас бах и выйдет из строя не люблю я такого поэтому он у меня как бы тестовые в мастерской лежит в луганске когда-то гена там делал их не знаю делает сейчас не делает ну вот но вот то что он убивается заряженными конденсаторами это основной его минус и вот эти вот нечеткости срабатывания то esr то емкость то тухнет ну нафига это все нужно вот стабильный автомат калашникова танк т-34 я даже так всем в письме пишу и высокое быстродействие желтенький красавец у меня пойдет вместо 33 микрофарад вот этот нижний пойдет вместо первого на 47 микрофарад то есть я ставлю 100 и 47 микрофарад и давайте посмотрим новенькие на мастерките 0,2 ом а даже так два светодиода только что светилась 0203 то есть между 02 и 03 до предположим вот вам 100 микрофарад хорошо теперь желтенький 0,8 ом а желтенький отлично 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 знаете мне не нравится что он выключается выключается очень быстро я бы дал ему 15 минут зачем он так быстро выключается давайте желтенький так ну я вот так вот приспособился к желтенькому 42 микрофарада 0,8 0,8 я вас не обманываю и мой показал 0,8 и этот показывает 0,8 можно тестировать им мастеркит а вот этот вот показал сколько у нас 98 микрофарад 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,00 Вот он. Давайте сейчас подрежу ножки и М-тестер в заключении. 100 микрофарад. 0,3. Пожалуйста. 98 микрофарад. Потери будут маленькие. Новый конденсатор. Теперь желтенький. 47. Думает. Думает. Нет никакого быстродействия. Вы поняли? А Мастер Кит сразу. Ну, 0,65 показал. 42 микрофарада. Потери. 0,7%. 3 прибора. 3 прибора в этом ролике. И у кого самое лучшее быстродействие? Конечно же у Мастер Кита. И не боится заряженных емкостей. Мой выбор. Именно этот прибор. Кстати, щупы я делаю и другие. Ничем не хуже этих. Ну, в общем, какие бывают в наличии. И какая же эта реклама? Сделайте сами. Схема есть в интернете. Пожалуйста. Соберите компоненты. Соберите. Соберите в своем корпусе. Никто не говорит, что вы у меня должны его покупать. Эксклюзивчик. Сетевая банка. 136 микрофарад. 0,66 ома. Да как же емкость, значит, там 150 микрофарад, а тут 136. Надо срочно менять. Ты ее испортил. Или она уже плохая на издыхании. Да нет, ребята. Вот тем, что я так это на ней сделал, я ее даже потренировал. Я думаю, что я ее даже улучшил. Не стремитесь к замене исправных деталей. Это я вам утверждаю, как человек с большим опытом. И то косячит с большим опытом и косячит. Я не поощряю, но и не осуждаю тоненький волосок на предохранителе. Потому что он в пределах нормы. Кстати, вот этот резистор бывает в обрыве иногда 22 кОм. Одна из неисправностей этих телевизоров. Ну что же, вот так пальчиками беру. Включаю. Цик. Включаю. Какие здесь кнопки каналов? Правые, наверное. А почему, почему не включают кнопки? А вот может они на даче там валялись они уже неисправны эти кнопки. Давайте тогда будем включать пультом дистанционного управления. Или может быть я не все отремонтировал. Включаю пультом. Загорелся зеленый светодиод. То есть у нас не было дежурного режима. Дежурный режим появился. И естественно из дежурного режима есть нормальный переход в рабочий режим. Что же там на экране кинескопа? Не вижу ничего. Он что так долго греется? И точно я там что-то пошевелил и смотрю накал появился. А сразу не было накала. Я вот сейчас пыль стал вот здесь стирать. И что я мог здесь пошевелить? И накал появился. Видите? Светится внутри. И я думаю это точно сейчас экран засветился. В общем надо вот здесь вот посмотреть состояние вот этих контактов на плате. Цветится экран. Это хорошо. Можно подключать сигнал и смотреть что там на экране. Ну практически уже телевизор отремонтирован. Здесь когда-то кто-то умный сделал перелом на плате открытый или закрытый. Вот так вот трещина. и вот эти вот шины они перекрывают трещину. В общем надо сейчас хорошую линзу пересмотреть и поправить. Я думаю что именно там отходило. Пятак F2 даже отсюда я вижу трещину. И когда я пальцем нажимаю она расширяется. А от вывода B blue синего прожектора проводок сделали а F2 не сделали просто намазали припоем. А F1 F2 это накал. Как раз цепь накала почему и не светился накал. Зачем мне эти приколы с этими намазками и сделал сразу длинную перемычку вдоль всей дорожки. ну и хорошо же что это при мне сразу сейчас проявилась эта трещина вы представьте вот человек бы забрал телевизор и сказал бы плохо Александры что я вот вам реальная ситуация интересная двойные всякие неисправности и ну вот такое может быть никуда не деться в практике такое бывало и не раз забирает человек телевизор а там что-то другое вылазит а оно там есть в телевизоре просто оно у меня здесь не проявлялось как и у многих из вас наверное поделитесь своим опытом в комментариях так компания ваш пульт никогда не дождется нового клиента на покупку пульта вот заматывают же так берегут эти пульты вот его родной пульт то я сереньким включал не его ну вот цвета что я вам должен сказать ну почему нет почему я должен не любить кинескопные телевизоры они мне все еще до сих пор еще приносят заработок а у людей много их еще на дачах во второй комнате в спальне в кухне и так далее ну Украина вот такая с кинескопниками до сих пор отлично есть работа это очень важно это очень классно в наше время вот вам как показывает этот телевизор цвета еще в порядке будет работать геометрия правильная ну почему бы и нет и и и и и и и и